Привет всем, дорогие друзья! Дожили мы до такого момента, когда люди задают следующие вопросы. А почему у вас, Павел, нет татуировок? Ну, навеяло на самом деле массой различных ситуаций эта тема. На самом деле я в свое время задумывался о том, чтобы сделать татушечку себе, и может быть даже не одну. Почему я ее не сделал, сейчас объясню. Тут надо сказать, что в годы моей тотальной, активной и беспросветной молодости в лихие 90-е татуировка это был знак принадлежности к альтернативному миру. В основном я его познавал через различные клубы, которые существовали в Петербурге, прежде всего клуб Там-Там, и там татуировка, ну, это был некий знак. Представить себе татуировку на спортсмене, поп-певице, ну, в общем, на любом представителе рода человеческого, который, там, я не знаю, не слушал группу Текила Джаз или Сол Кафин, было крайне удивительно бы. Ну, или там какие-нибудь... Слэйр и все такое прочее. С чем я не мог определиться, так это с темой данной татуировки. То есть, я хоть был юный молод, но вот маленького моего куриного мозга хватало на то, чтобы понять, что ситуация может измениться. Ну, то есть, например, если я набью название какой-то своей любимой группы, как там, я не знаю, Red Hot Chili Peppers, по идее, да, в честь, в общем-то, которых меня в свое время прозвали там в одной студенческой газете, и это погоняло, а потом прилепилось ко мне на всю свою сознательную жизнь, то, ну, возможно, я не знаю, я разочаруюсь с них или прочее. Я в них не разочаровался. Ну, вот скажем, например, группа Металлика, мое отношение к ней несколько изменилось, когда я узнал, какую они там политику проводят касательно там финансов, которые льются к ним в карманы и всего остального, и как они отслеживают там со стаи своих адвокатов использование слова Металлика во всем мире. В общем, не было такого сюжета, который бы вдохновил меня. Единственное, возможное, что бы я себе набил, это три буквы S, X, E, Straight Edge. Это то движение, которое помогло мне бросить пить, курить и все такое прочее, и стать человеком. Можете погуглить, что это такое. У меня, в принципе, есть книжка от Косикадаштанги. Она есть в сети, бесплатная, и можно там текст найти, ей скачать и почитать, если вам это интересно. Далее я прекрасно понимал вообще, что такое татуировка изначально, для чего она делалась в древнем мире. Ну, про древний мир я, наверное, загнул, да, я имею в виду у всяких аборигенов и прочее. То есть для каких целей они это делали? От них не только для красоты. И потом наступил один момент, я совершенно точно помню, когда это было. Значит, это была такая группа Аква, и у нее была песня Am A Barbie Girl, такая, знаете, мерзутнейшая. Am A Barbie Girl, Am A Barbie Girl. Причем было видно, что, ну, как и все, ну, в данном случае это шведы, чуваки-то, в общем-то, профессиональные музыканты, ну, вот просто надо как-то зарабатывать себя на жизнь. И вдруг я вижу на голубых экранах телевизоров, телевизоров что у вокалистки татуировка татуировка причем но такая вот прям агеге и невозможно не заметить и вот у меня было то что сейчас принято называть модным словосочетанием когнитивный диссонанс я не понимал как как это ну то есть чувиха ты же нет а ты же не из гуана apes ты там как бы ты гроулов не поешь ты это даже не попса это какая-то попсня что попса но она бывает очень качественная особенно американская и вот я не помню в каком это было году можете сами захотите загуглить до когда эта песня появилась вот это вот это был перелом лично для меня потом я начал замечать очень странную вещь я начал замечать что татуировки вдруг появились у некоторых поп исполнителей что татуировки появились у некоторых девушек а надо сказать что ну я еще застал вообще советское время и я помню что можно было вообще выхватить за серьгу гухи татуировка у девушки это было я не знаю как если бы сейчас путин вышел бы стрингах на своей инаугурации сказал что на самом деле они с медведевым уже женаты два года ну вот примерно такой же бы эффект это все оказывалось то есть татуировки начали делать девушки а потом а потом началось совершенно вообще для меня непонятное явление я кстати буду признателен если вы мне подскажите откуда оно взялось потом вдруг футболисты начали набивать себе всякую хрень да причем так что у некоторых там прям живого места не оставалось я не знаю как точнее не помню как зовут этого футболиста я увидел в итальянской премьер-лиги года два назад у него была совершенно потрясающая татуировка здесь видит засоса но это вот знаете про анекдот было у отца три сына двое умных и третий футболист вот прямо про него и получилось сейчас очень интересная вещь если раньше чтобы выделиться ты делал себе татуировки сейчас чтобы выделиться ты их себе не делаешь вот это парадокс нашего времени потому что ну посмотрите какой там канал тнт посмотрите там всех наших рэперов и прочих вот этих вот попсовиков которые найти сейчас вот какая тоже очень странная такая манера петь такими голосами вот таким вот маму макаром они все в татухах у кого-то они видны у кого-то они не видны девушки делают татуировки исключительно ради красоты никакого там подтекста как правило это не носит вот я только что рассказывал историю про то как у меня была знакомая у него татуировка она была уверена что она написана на латинском языке я сказал что вообще-то написано французском и перевел что там было написано ну слава богу что мне было ничего ужасного затем когда я начал учить китайский язык который благополучно закончила учить я вдруг стал тоже различать знакомые иероглифы у таких людей у которых их было но очень странно увидеть потому что опять таки мне кажется что татуировка она либо олицетворяет все-таки твой образ то есть ты можешь быть таким пузатым брутальным мужиком и весь татухах и и сакеи на или ты наоборот такой вся качок и так далее но если ты вот как бы то есть понимаете вот как как материться некоторым идет материться некоторым нету татуировки это ведь она как одежда просто они реально они некоторым идут а некоторым они ну совершенно вы просто не идут не вкатывают они в кассу абсолютно поэтому поэтому вот я вот с того момента с группой аква понял аква что скорее всего наверное никогда татуировка не будет ну не нужны они мне как бы я не говорю что плохо их делать ради бога каждый человек хозяин своему там телу своему своей жизни и в общем-то всему остальному но я не исключаю что это знаете как зож сейчас тоже годы моей молодости если ты не бухаешь что ты ну ну ты реально просто вот ты отдельный какой то то есть если ты там ведешь здоровый образ жизни сейчас сейчас иногда обратная ситуация сейчас как бы пойти бухнуть в определенной компании это вот такой челлендж такой вызов потому что все там на каких-нибудь смузи свежевыжатых соках на куриных грудках сделанных на пару и и так далее поэтому мир изменился таким образом и татуировка стала просто ну мейнстримом если выражаться попросту мейнстрим он конечно прекрасен но иногда просто задалбливает особенно когда ты видишь там какой-нибудь прости господи тимати который как забор ну куда тебе тимати татуировки дружочек ну хотя как опять-таки это личное дело каждого вот собственно очень простой ответ на этот вопрос очень короткий в данном случае выпуск и естественно по традиции хочу сказать что если даже у вас есть татуировки или если у вас наоборот их нет все равно может приходить ко мне на экскурсию который проходит петербурге и москве ну и соответственно поехать со мной в москву и господи в париж и берлин куда по прежнему набираются группы вся необходимая информация есть вот здесь вот пишите туда ваши комментарии и все остальное увидимся пока и и